МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сто тысяч рублей. Такую сумму получат семьи мобилизованных дагестанцев. Об этом сообщил глава Дагестана. Спрей вместо укола. В Дагестан поступили 54 тысячи назальных насадок. Они используются для введения вакцины от коронавируса. Главное событие для аграриев. В Подмосковье прошла ежегодная всероссийская ярмарка «Золотая осень». Чем удивили на этот раз дагестанские земледельцы? Смотрите выпуски. В Махачкале продолжаются мероприятия по частичной мобилизации. Ежедневно в военный комиссариат города приходят добровольцы. Очередную группу мобилизованных махачкалинцев на этот раз проводил первый заместитель главы Махачкалы Мавледин Маликов. От имени мэра Махачкалы Салмана Дадаева Маликов вручил им комплекты со спальными мешками, прорезиненными ковриками, берцами и предметами личной гигиены. Перед отправкой в республиканский сборный пункт Маликов обратился к мобилизованным с напутственными словами. Пожелал им крепости духа и помощи Всевышнего. Крепость духа нам не унимать. Это у нас заложено в генах, предками заложено. Поэтому мы всегда с честью и достоинством выполняли долг. И сегодня вам тоже предстоит продолжить. Я хочу вам пожелать, чтобы вы присоединили к нашим частям, нашим братьям, друзьям, чтобы так же уверенно продолжали отстаивать наши интересы. Добрый путь. И чтобы, выполнив задачу, вот так же нам суждено было встретиться, и мы так же встретим вас победителями. Ну а семьи мобилизованных дагестанцев получат по 100 тысяч рублей. Об этом сообщил Сергей Маликов. Ответственными за это глава республики назначил руководителей военных комиссариатов и глав муниципалитетов и городов. Кроме того, предлагается ввести специальную квоту для поступления детей участников специальной военной операции в ВУЗы. Планируется установить особый порядок оказания услуг соцобслуживания пожилым членам семьи и инвалидам, а также обеспечить родным рабочие места в первоочередном порядке. Глава Дагестана поручил доработать и дополнить этот пакет мер и принять постановлением правительства в самое ближайшее время. Дагестанка Сабият Курбанова, работающая хирургом на зоне спецоперации, удостоена медали президента России за спасение погибавших. По словам ее командира, несмотря на всю опасность, Сабият храбро выполняет свою миссию. Работая хирургом на передовой, она проводит операции и оказывает все необходимую медпомощь, спасая жизни нашим солдатам. Спрей вместо шприца. В Дагестан поступили 54 тысячи назальных насадок. Они используются для введения вакцины от коронавируса через носовую полость. Как отмечают специалисты, прививка способствует формированию иммунитета верхних дыхательных путей. Таким образом, формируется барьер на пути проникновения COVID-19. Проще говоря, препарат не дает вирусу попасть в организм через слизистую. Назальные насадки успешно применяются для ревакцинации населения во всех регионах страны. Это необходимо для тех, кто прошел вакцинацию, у кого срок вакцинации уже превысил 6 месяцев. Есть возможность пройти ревакцинацию вакциной спутник ВИ только в форме назального спрея, что позволит нам поддерживать в регионе достаточный уровень коллективного иммунитета в период подъема как респираторных заболеваний, гриппа, это, как правило, осенне-зимний период. Нам удастся избежать в том числе и подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. Дагестан получил гран-при на Всероссийской сельскохозяйственной выставке «Золотая осень». Главное событие года для аграриев, где они представляют свои достижения. Проходило в течение недели в Подмосковье. Лучшие породы животных, новая техника и плоды труда. Более сотни производителей представили свои работы. Среди них и дагестанская делегация. Чем удивили жюри нашей земледельцы, расскажет Патимат Ханапова. Ей слово. Уникальный, высокогорный, не имеющий аналогов в мире. Дагестан с давних времен славится изготовлением сыров. Мясные фермеры сохраняют эту традицию, но вносят свои коррективы и создают новые шедевры. Мы очень долго шли к тому, чтобы научить своих специалистов уметь сделать из одного сыра два, а из двух сыров четыре. То есть каждый сыр рождает новую вкусовую гамму. Нюансы, которые мы уже умеем различать, позволяют нам брендировать эти сыры под себя. Сыр сделан не просто в Дагестане, а сделан на основе прекрасного натурального продукта. Ну и несменяемый бренд, который представляет регион на всех сельскохозяйственных площадках – овцы дагестанского происхождения. Эта выставка не стала исключением. Горные породы мелкого рогатого выигрывали не один всероссийский конкурс. Сегодня мы знаем, что овцеводство номером один идет в стране по количеству поголовья. У нас более 50 хозяйств, полеменных хозяйств. Хотел бы сказать, что у нас есть определенные планы, которые сегодня на круглом селе обсуждаются. Здесь на выставке становится понятно, Дагестану есть что предложить. Впрочем, как и всегда, более 20 компаний привезли из республики образцы своего товара в Подмосковье. Это урбея, чимеод, натуральные соки и многое другое. Регион представлен рыбной отраслью, садоводами и виноградарями. Последние, по словам экспертов, подают большие надежды. Это дар божий, это подарок природы. Виноград – это фантастическая культура. Ею награждена не каждая земля. Там нужна такая сумма факторов, которые бывают, наверное, на одном проценте земельных обстоятельств, которые есть в стране и в мире. Эта выставка – возможность найти потенциальных партнеров, инвесторов и познакомиться с передовыми технологиями. Но и главное, здесь происходит прямой диалог между властью и сельхозпроизводителями. Мы уже чувствуем поддержку, к примеру, в овощеводстве. В разы увеличилось субсидирование господдержкой. Я думаю, по другим отраслям мы найдем понимание федерального центра. Если Дагестан ранее получал 700 миллионов, миллиард, то в нынешнем году и последующем году 2-3-4 миллиарда рублей. Свыше 100 компаний-экспонентов, около 40 деловых мероприятий. Выставка «Золотая осень» проходит в этом году вот уже 24-й раз. Это главное событие в агропромышленном комплексе России. Патиман Тханнапова, Мурат Викбарзов, Новости ННТ, Московская область. В столице стартовал воркшоп – это рабочая мастерская по преобразованию Махачкалы. Более 20 архитекторов, городских планировщиков и урбанистов со всей России до середины октября будут исследовать и проектировать исторический центр города. Заявлены 4 территории – городской пляж, улицы Привокзальной площади и площади Коминтерна, а также 3 исторических здания в центре столицы. Финалом воркшопа станет презентация четырех концепций 15 октября. Отметим, что мероприятие инициировано мэром Махачкалы Салманом Дадаевым к 165-летию Махачкалы. Данное мероприятие у нас всероссийское. Со всей России у нас приехали 10 архитекторов, молодые ребята. Всего у нас участвует 25 человек. Всего у нас было принято 160 заявок. Из них было отоплено 25 лучших архитекторов для разработки дальнейшей концепции по благоустройству исторического центра. Команда будет разрабатывать концепции по благоустройству улиц Гуднацкого и Федикопеева, Бугинаш. Вторая часть команды будет разрабатывать предложения по архитектам, которые имеют историческую ценность, наполнять их определенной функцией для того, чтобы решить, как их дальше использовать. И эта команда, она более масштабная, будет заниматься концепцией при вокзале на площади, как мы могли бы преобразить вокзал в наших территориях. Махачкалинский аэропорт за 9 месяцев этого года обслужил около 2 миллионов пассажиров. Эта цифра почти на 30% превышает статистику предыдущего года. За три квартала этого года общее количество рейсов составило более 15 тысяч. Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Сочи и Екатеринбург, а международными – Стамбул, Дубай, Анталия и Ереван. И о спорте. Дагестан вошел в десятку лучших на играх паралимпийцев в Сочи. Триумфаторов соревнования встречали в аэропорту их родные и друзья. В копилке сборной команды 12 золотых, 16 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лучший результат среди дагестанцев показал легкоатлет Александр Дормидонтов, добывший сразу три золотые медали. Также свое мастерство на играх подтвердил чемпион Токио 2020 Нуса Таймазов. Успешнее других выступила также команда пара тэквондистов, в актере которых 10 медалей разной пробы. В общей сложности Дагестан завоевал из 78 регионов, занял седьмое командное место. Мы считаем, что это прекрасный результат, потому что команды было очень много. И от того, что даже у нас не хватало видов спорта, мы половину привезли. И то мы подняли, вошли в десятку данного мероприятия. То, что касается тэквондо, то, что мы привезли команду, значит, мы завоевали 10 медалей, 3 первых места, 5 вторых, 5 финалов наших было и 2 третьих места. Очень хорошо они выступили, это как раз в преддверии чемпионата России, который сейчас в ноябре месяце будет проходить в городе Воронеже. Надеемся, что мы с этим опытом, багажом этим, который прошли сейчас в Сочи, мы прекрасно и выступим. Две золотые медали завоевали дагестанские боксеры на чемпионате России. Соревнования в минувшие выходные завершились в Чите. Обладателем награды, высшей пробой, стал Муслим Гаджимагомедов. Финалисту Олимпиады в Токио не было равных в весе до 92 кг. Второй год подряд победителем турнира в категории до 86 кг стал Шарапудин Атаев. Оба спортсмена – подопечные тренера столичной школы имени Алиалиева Рашидбека Ахмедова. Помимо них, серебряными медалями отметились Джамбулат Бижамов и Расул Салиев. Бронзовые медали в активе Рашида Янгазиева и Магомеда Султана Мусаева. Победители соревнований получили денежные призы в размере 1,5 млн. рублей. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте, а также на Яндексе. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова